Так, друзья, пошла запись. Я Железа Валерий Константинович. Вы видите кусочек моего сада. Вот, просто картинка. А больше я сегодня буду разговаривать об очень важных вещах. Навеял этот разговор, что... Да, время, кстати, сейчас 26 февраля, 28 у меня вебинар. Вот, я готовлюсь к нему как. Хожу, делаю фотографии. И тут я решил поговорить. Навеяло, что война в Украине. Вот. Как на нас отразиться? Санкции на нас обрушатся. Там где-то проводников не будет, начнутся проблемы по всей стране. Не будет, то, что мы продаем, не сможем продать газ, нефть. Не будет у нас долларов. Дальше, значит, если перекроют, как они собрались, плевать, они своим фермерам компенсируют, то, что у них сгниет урожай. Но с Европы к нам не будет поступать ничего. Я имею в виду овощи и фрукты. Меня волнуют фрукты. Значит, отсюда ответственность наших российских производителей увеличивается. Мы к этому не готовы. Я показал последние фильмы. У меня на Ютубе последние фильмы. Это я их сделал про садоводство Белоруссии. Деньги закапывают землю, а дача мертвые деревья. В России практически то же самое. И вот я однажды увидел хороший прекрасный ролик. Так, значит, там стоит мужик наш, то ли фермер, то ли директор, вот на фоне прекрасных деревьев, прекрасных крупных красных яблок и рассказывает вещи, страшные вещи. Уже научились, уже на миллион тонн и больше фруктов вышли, а их никто не покупает. Вот. Почему? Себестоимость выше, ну, сами понимаете. Вот. Знаете, что такое север и юг? Представь себе модную красавицу где-то на берегу Средиземного моря. На ней, в лучшем случае, легкое платье, а то и вообще бикини. А у нас в это время приходится шубу покупать, она деньги стоит. Теплые колготки, теплые сапоги вместо туфелек. Вот так же самое происходит с садоводством. Извините за такой пример. Вот. Показать вам, пожалуйста, форму одежды. Вот она. Видели? А чуть выше телогрейка, шапка и так далее. Вот. А в это время уже там футбол играют. В Западной Европе. И вот получается следующее. Итак, человек говорит так, отстали, поднимаем уже производство яблок. Он не говорит про абрикосы, не говорит про сливы, персики, груши. Это пока вообще фантастика в России. Так. А все-таки промышленные яблоки есть. И получается так, с садоводством западным мы пока сравняться не можем. У них уже за годя, десятки лет назад построены холодильники. Холодильники обеспечивают им возможность продавать практически круглого. Ну, плюс еще хитрости, ядохимикаты. Вот. Напичкают. И продают этот урожай в течение чуть нескольких суток. Года. И получается, что одновременно приходят и фрукты на наш рынок, наши фермеры. А нашим надо продать. А рядом лежат импортные, и они все равно дешевле. Никуда от этого не деться. А если цена одинаковая, то у наших издержек больше, значит на них нихрена не заработать. Вот такая страшная картина. И получается, благодаря тому, что у них холодильники. Вот. Но наши, по крайней мере, еще свежие, их еще продать можно. А потом начинается самое страшное. Приходит зима. Вот. Наши сохранить не смогли, холодильников нет. И дальше полностью импорт. Импорт, импорт. Это я все про яблоки. Очень толково человек все разъяснил. Понятно, нужно было готовиться. Ну, естественно, что одно дело на бумаге, другое дело в наличии. Вот. И проблемы только начинаются. Почему? Если прекратится оттуда импорт. Ура! 40 обработок этот же садовод умница сказал у них. А у нас 15-20. Мы уже плюс имеем. Это, конечно, не мои, где нет ни одного грамма яда. Но у меня не промышленный сад. Попробуй у нас в России промышленный сад заведи, когда у меня больше полутора тысяч только яблони, считая селекционного сада. Одном моментом подожгли со всех сторон сад. Вот. И на этом все закончилось. Вот. А это не только мои проблемы. И вот получается, что мы можем завтра оказаться без яблок. Возьмем Белоруссию, она тоже будет под санкциями. А белорусы они как? Самих дела, честно говоря, не важно. Я целый фильм про это снял. Плоды, питомники, которые являются перекупщиками с Польши и еще южнее. А закроется и эта лавочка. А они же еще и фрукты поставляют. У них, оказывается, в Белоруссии производили и мидии, и устрицы, да, морепродукты, да. Ну, то есть, эта лавочка может закрыться. И вот мы останемся с чем? Пустые полки вместо яблок. Но даже то небольшое количество, которое будет, оно поднимется в цене. У нас получилось, однажды цены рухнули несколько раз. Это называлось экономический кризис. 2008 год. Кризис по всей планете у нас тоже. У нас до того продавали яблоки где-то по 30 рублей килограмм. И вот после кризиса, когда цены выметились, а цена на яблоки осталась та же самая. Я так удивлялся, думаю, как же так? Все взлетело 5-8 раз, а здесь все осталось на месте. А потом понял, а иностранцы-то, это все импортное. И они из этого прибыли имели. И вот получается следующее. Как-то все переходим на наши дела. Надо переходить на новое садоводство. А оно, в скобках, дачное садоводство. Нам промышленные сады не поднять. То, что человек объяснял, объяснял. Попробуйте теперь, найдите деньги на огромные промышленные холодильники. А? Что, смеетесь? Да, правильно. Только смеяться, причем грустный смех. И тогда, получается, лучше бы каждый вырастил, лишний отнес на этот самый. Жаль, у меня сейчас нет возможности показывать вам сотню фотографий, которые я делал с дачных садов. И с этого, и прямо с рынка. Замечательная картина. Ну, сами понимаете. Вот сейчас, в середине дня, вчера, я был возле Кантигира. Есть такой у нас, так и называется, район Кантигира. И там нет ни одного продавца-покупателя ни с молоком, ни с морковкой, ни со свеклой, ни со сметаной. Вот, ни с чем. А напротив, несколько огромных магазинов. Прямо магазин на магазине. Прямо рядом стоят. Вот. Прямо вот плечом к плечу. И везде то, что это, длительное хранение, ну и все отравленное. Если говорить про овощи и фрукты. Понимаете, о чем речь. Вот. То есть, своего ничего нет. А есть такие хозяйства, как у меня, да? Вот. Но летом еще рынок насыщен. Потому что еще умирает, но еще не умер до конца саногорский феномен. Переходим к реальным делам. Это я говорил, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. Вот. Переходим к реальным делам. Вот смотрите. Как можно увязать две проблемы. Значит, глубина грунтовых ввод. И наличие тех же персиков, не замерзающих у железа. Сейчас я покажу ближайший. Мне неохота ходить. Если честно говоря, бывает, что уже и жить не хочется. Сейчас я вам покажу. Вот ближайший персик. Чтобы мне далеко не ходить. Вот он. Естественно, вот живой. Я его не укрывал. Вот он. И укрывать не собираюсь. Вот. Я уже с его собрата. Вот тут у меня еще несколько персиков. Да, наверное, все-таки пусть недалеко. Но дойду. Почему? Чтобы вы поняли, что все серьезно. Что я не халтурщик. Я ничего не укрывал. Сейчас. Минутку. Еще несколько покажу. Вот. А потом вернемся. И вы поймете, что я поднимаю очередную важнейшую тему. Грунтовой воды. Ну вот, смотрите. Дальше не пойду. Один, второй, третий, четвертый. Ну еще даже вот так вот сделаю. Вот они, видите. Вот. Они не укрытые. Помните, я рассказывал, это фактически тепловая подружка. Защита севера, ну и так далее. Вот. И все-таки это феномен. У них морозостойкость. Это перси хасанские. У него морозостойкость больше на 10 градусов, чем в любом научном саду. Другое дело, что они нахрен никому не нужны. Сейчас с этого начнем, потому что две темы плавно переплетаются. Смотрите, друзья. Что вы видите? Вот это вот у меня мусор. Это все каждый год сжигается. Вы ничего не заметили? Знаете, что это такое? Это персики. Сейчас я повешу на шею эту самую штуку, чтобы понятнее было. Это персики. Вот они, смотрите. Вот с этого вот за один. Если бы я сюда приехал в 1984 году, 37 лет назад, 38, я бы вот эту вот веточку, вот она, ну почти полметра больше, я бы за нее отдал по нынешним деньгам, ну, тысяч десять. А если бы не продали за десять, я бы отдал сто тысяч. А теперь смотрим в целом. Вот это. Давайте глядеть сюда. Смотрите. Вот видите, специально показываю. Это уникальный сад, единственный в своем роде. Вот это все считается у меня мусором. А с этого мусора еще можно, вот, пожалуйста, веточка. А с этого мусора, казалось бы, вот тогда по-другому скажу. Вот за все то, что лежит, я дал бы миллион, если бы продали. Если бы не продали за миллион, я бы все равно бы все банки обошел, взял бы кредит два-три. Почему? Потому что я бы сэкономил бы лет 30 себе. А, ну, учитывая, естественно, если бы я тогда еще и разбирался бы, как сейчас. Ну, и плюс тому же опыт. Ну, тут... Ну, научу любого учреждения должно было приехать. Они еще живые. Я всего позавчера их резал. Вот. Ну, не все. Некоторые недели назад, а последние свежие позавчера. Вот видите, все это живое. Я бы за них, не знаю, дарить бы вряд ли, науке стал. Сильно у меня на них зуб большой. Но продать бы, продал. Почему? Пусть это верхушки. Для меня они неполноценные. Так? Вот. А для них вполне. Потому что у меня есть такое поражение. Хороший враг лучшего. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Допустим, дерево, так говорят, верхушки нельзя брать. Но эта верхушка-то не сеянца. Это верхушка привитого дерева. Вот она, видите? Я, если кто знает, кто помнит, я его... У меня есть фотографии. Я здесь за несколько секунд делал специальную съемку. За несколько секунд я сюда, оттуда, там у меня яма для отходов, в тележку привез. Ну, секунд 10-15 на скорость вывалил, ямку в середине сделал, ставил саженец, полил и больше не подходил. Прошло два года. Видите? Это на то, что как надо садить. И не надо дурью маяться и каторгу устраивать в саду. Никаких огромных ям, никаких нельзя задавать в яму этих перегноя. Ну и опять, как всегда, отклонился. Итак, вот, получается, раз это привитая ветка, значит, верхушки можно брать, потому что это всего лишь выпрямляя, выросшая из почки ветка. Вот это все от места прививки ветка. Тогда, причем, заметьте, я за ней не ухаживал, ни разу не поливал. Это мой принцип. А то, если бы поливал, она была бы в два раза выше, но она была бы слабее на мороз. А так, получается, смотрите, вот здесь столько оставляю. Вот. Все остальное отрезаю, вот, да. А потом еще, когда я сам прививаю, я беру на прививку, вот, смотрите, отсюда, сантиметров 20. Получается 2-3 прививки. Вот это все от моей руки выше я выбрасываю. Вот. Но даже вот эта часть, уже вот эта выброшена, вот здесь еще выброшена, выброшена, она еще годится. Но никому не надо. Вот. Продаю я полноценные ветки. То есть, если метр отрезал, значит, я примерно сантиметров 50 вам отправляю или оставляю себе, а 50 верхнее выбрасываю. Ну и так далее. Теперь, как эта тема персиков, которая не может быть, связана с грунтовыми водами. Может быть, с этого момента я разобью на две части. Вот здесь, на этих словах, может быть, кончится первая часть, да? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...